Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами семейный телепроект Ладушки. И сегодня наш выпуск будет посвящен периоду новорожденности. Долгие и волнительные 9 месяцев позади. И вот вы дома с вашим очаровательным малышом. Казалось бы, можно спокойно вздохнуть, но и тут-то было. Дома встречаетесь с новыми вопросами и заботами, с которыми раньше не сталкивались. Как малыша купать? Как приучать к режиму? Что делать, если он заболел? И здесь, конечно, на помощь к нам придут книги, где в художественной форме и авторитетными специалистами вся информация разложена по полочкам. И первое, что мне бросается в глаза, это достаточно популярная книга среди молодых родителей Уильяма и Марты Сирс, которая называется «Ваш малыш. От рождения до двух лет». Надо сказать, что Уильям и Марты Сирс это педиатры с 40-летним стажем, родители восьмерых детей. Именно они активно продвинули идею о том, что маленький ребенок должен быть неотрывной частью мамы. Отсюда идеи слинга, совместного с родителями сна, кормления по требованию. В этой книге вы найдете ответы на вопросы, как приучить ребенка горшку, как выбрать ему обувь, игрушки и многое-многое другое. В общем, ответы на все вопросы, с которыми родители сталкиваются на протяжении первого года жизни. Это издание обновленное и дополненное. Также эта книга встречается вот в такой обложке, но в принципе они отличаются только этим. Содержание одинаковое. И следующее, на что я хотела бы обратить внимание, это, конечно же, знаменитая книга Комаровского «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников». Эта книга давно стала настольной у мамы папы. Ее автор – украинский педиатр, врач высшей категории и ведущий проекта школы доктора Комаровского. Автор книги скептически с юмором относится к чрезмерной заботе родственников о новорожденном малыше и их проверенным многолетним опытом советом. Не советую читать эту книгу бабушкам, особенно если у них нет чувства юмора. У автора же с этим качеством характера все в порядке, и он то и дело подшучивает над теми или иными заморочками родителей. Поэтому книга читается легко и непринужденно. Если пробежаться по содержанию, то тут также можно заметить, что автор к каждому этапу жизни ребенка подходит очень подробно. Здесь большая глава посвящена болезням ребенка, и подробно описываются симптомы, которые возникают у ребенка при той или иной болезни. То есть в этой книге также каждый этап освещается отдельно и очень подробно, но ко всему еще примешан и юмор украинского педиатра. Еще одна книга, на которую я хотела бы обратить ваше внимание, это вот такая небольшая брошюра Луи Баргенихта и Джо Баргенихта «Младенец руководства пользователя. Инструкция по эксплуатации, рекомендации по устранению неисправностей, советы по первому году технического обслуживания». Уже по обложке заметно, что авторы с юмором подошли к написанию этой книги и представили ребенка как какое-то техническое устройство. Итак, всю информацию можно найти, она доступна в интернете и есть в магазинах. Но, как гласит одна из пословиц, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно поэтому мы сейчас отправимся на мастер-класс, где опытный педиатр, мама двоих детей Анварова Алсуринатовна расскажет нам об основных моментах ухода за новорожденным. Все вы знаете, что как только ребенок родился на свет, происходит у нас с вами перерезание пуповины. И накладывается скоба на пуповинный остаток. Вот у нас с вами, собственно говоря, сам пупок и вот остаток пуповины. И регулярно необходимо нам с вами обрабатывать будет пупочную рану для того, чтобы не возникало каких-либо воспалительных изменений. И мало того, наша с вами цель у нас должна отойти полностью вот эта часть, белый пуповинный остаток, он должен отойти, да, и у нас остаться только должно пупочное кольцо, да, то есть пупочек должен сформироваться. Причем акушерка никаким образом повлиять на форму пупка не может. Некоторые мамы просят сделать. Сделайте нам красивый пупок. Это все зависит от мышц пресса, то есть насколько он втянется. У кого-то ложбинка, а у кого-то будет торчать завиточек, да, повлиять на это, к сожалению, никаким образом. Или вы думаете, что она вот так натягивает, посильнее отсекает, и чтобы это туда силы влетало, нет. И что мы с вами делаем ежедневно? Ну, вот все, что, собственно говоря, нам необходимо с вами для обработки, да, это перекись, зеленка, ватные диски и ватные палочки. Каким образом мы с вами чистим? Мы с вами уделяем внимание, когда у нас наложена скоба, когда у нас еще скоба лежит, всей части, которая располагается под скобкой. То есть мы ежедневно, утром и вечером, два раза в день, утром во время утренних процедур, вечером перед сном, мы с вами обрабатываем. Вначале перекисью водорода обильно смачиваем ватный диск и активно, активно, прям промакивающими такими движениями мы с вами обрабатываем участок под скобкой. Чем больше оттуда корочек, чем больше оттуда гнойных выделений отойдет, тем быстрее мумифицируется, подсохнет и отпадет скоба. Скоба мешает ребенку жить на самом деле, потому что мама боится одеть, мама боится дернуть, штанишки одену, подгузники не так одену, вдруг дерну, зацеплю, будет больно, да, поэтому многих мам как раз таки вот этот факт наличия скобки достаточно сильно беспокоит. Пошипела, взяли сухой второй чистый ватный диск и удалили все, что там, все выделения, которые образовались. Серый, бурый, такая коричневая масса. Затем мы с вами берем ватную палочку и обрабатываем весь участок под скобкой. И еще обрабатываем мы с вами вокруг пупка диаметром с 5-ти рублевую монету, где-то 2,5-3 сантиметра. Участок обрабатываем, площадь вокруг пупка. С четвертых суток мы по чуть-чуть начинаем вращать скобку. То есть пока она будет висеть, и вы ее не будете трогать, она будет висеть там еще недели-две. Она может там висеть очень долго, поэтому мы начинаем по чуть-чуть вращать вот эту скобочку. То есть вы берете ее и влево-вправо по чуть-чуть, 15-20 градусов размочили перекисью. Как только видите, что ребенок начинает ерничать, все, перестаем крутить, да, то есть это уже может быть не совсем приятно. Опять подсушили, зеленкой обработали и до вечера оставили. Вечером все то же самое. И примерно к пятым-шестым суткам вы будете видеть, что она уже вращается с большой амплитудой, да, то есть скобка подсыхает, пуповинный остаток подсыхает и уже готов оттуда отделиться. Если возникает вокруг пупка покраснение, если возникают гнойные выделения, если пупок мокнет или зловонно пахнет. Это первый признак того, что началось воспаление пупочной раны, так называемое состояние острого амфолита, то есть это уже лечится хирургами. Такой ситуацией мы с вами, если это выходные или праздничные дни, мы собираемся и едем с вами в хирургию новорожденных, детскую республиканскую, в приемное отделение. Если это будние дни, мы вызываем педиатра на дом и едем также на консультацию. То есть здесь уже должен решать хирург, как минимум, да, то есть без какого-то, без какого-либо осмотра вы не имеете права ничего делать, да, потому что у детей, к сожалению, очень быстро распространяется воспаление мягких тканей. Итак, на 5-7 сутки у нас с вами скоба должна отойти. То есть посредством того, что мы ее крутили, да, она у нас начинает отпадать и висит на волоске, и она уже отсекается, да, то есть достаточно легко отходит. 5-7 сутки. Все замечательно и просто, и остается вот такой у нас с вами уже пупочек, который мы теперь обрабатываем каждый день, также утром и вечером, два раза в день. Есть разные вообще подходы, но на самом деле наиболее адекватное, что пока у ребенка есть пупочные скобы, мы ребенка стараемся не купать в эти дни. То есть пять, первых 5-6 дней мы ребенка не купаем, и как только у нас с вами отошла скоба, через сутки мы купаем малыша в ванной. И еще мы с вами не забываем, что любая рана, она, ей нужен доступ воздуха. Поэтому, когда мы одеваем обычный подгузник, мы не стараемся покупать специальные подгузники с вырезами. Вы просто одеваете обычный подгузник и отгибаете верхний край для того, чтобы пупок всегда был над подгузником, чтобы над пупком был только слой хэбэшной одежды, да, то есть чтобы он всегда дышал. Если он будет находиться подгузником, туда доступ воздуха хуже, он будет мокнуть, он будет преть и заживать будет дольше. Видели все воздушный шарик? Все представляете? Вот внизу, где веревочка завязана, да, много-много складочек. Вот пупок представляет из себя примерно то же самое. Тут очень много складочек, завитушек, и поэтому для того, чтобы хорошенечко все складочки прочистить и обработать, необходимо раскрыть края. То есть вы ставите пальцы с двух сторон от пупка и растягиваете пальчиками в противоположную сторону. То есть раскрываете пупок для того, чтобы у нас с вами перекись затекала максимально в каждый завиточек. Раскрыли, растянули в противоположную сторону и промакивающими движениями перекисью обработали пупочную рану. Затем также мы с вами в растянутом состоянии подсушили пупок и также зеленочкой обработали. К 14-21 дню пупок заживает. То есть остается абсолютно сухой чистый пупок и уже необходимости в обработке нет. Когда малыш слишком мал, вы еще не можете надолго оставлять его одного и заниматься собой. Но вы всегда можете совмещать приятное с полезным и позаниматься, например, йогой вместе с малышом. О том, как это сделать, и будет наш следующий сюжет. Здравствуйте, дорогие мамочки! Меня зовут Катя, я инструктор по фитнесу и йоге. А это моя дочка Полина. Мы покажем вам небольшой комплекс упражнений, которые вы сможете практиковать дома для себя, для своего здоровья и для пользы своему малышу. Я предлагаю вам начать наше занятие с небольшой разминки. Сначала сделаем разминку малышу. Возьмите за ладошки и помассируйте каждый пальчик. Смысл в том, что вам нужно проработать каждый пальчик, каждый суставчик на ладошках своего малыша. Сделаем разминку для рук. Раз, два, три, четыре. Потянулись руки шире, руки выше. Можно сделать несколько круговых движений. Опа! Отлично! Теперь можно сделать небольшую разминку для ног. Полиша, привет! Привет! Сделаем разминочку. Побежали, побежали. Постучали пятками по коврику. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сделали скруточку для спинки и для животика. Раз, два, три, четыре. Если вашему малышу еще нет и полугода, наверняка эти упражнения для вас будут особенно актуальны, потому что они активизируют работу кишечника. Отлично! Сейчас берем малыша за бедра, выпрямляем ножки и делаем такие покачивающие движения вверх и вниз. Ку-ку! Где Полина? Полина спряталась? Ку-ку! Упражнение растягивает позвоночник и заднюю поверхность ног. Хорошо! Затем мы учим малыша переворачиваться, если он еще маленький и этого не умеет делать. Закидываем одну ножку в сторону и делаем переворот. Приветики! Сейчас постучите пяточками по ягодицам малыша. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Как будто мы бежим, 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 спешим. Скоро эти ножки у нас поскачут по дорожке. Несколько поглаживаний спинки от центра к периферии. Не забудем мы и про разминку для мамы. Перед каждым занятием обязательно сделайте несколько движений для разминки позвоночника. Выдох, наклон головы вперед. Вдох, заведите голову назад и потяните шею вверх. Выдох, вниз, вдох, вверх. Сделайте так от четырех до восьми раз, расслабляя плечи и шею. Наклоните голову вперед и сделайте несколько приятных перекатов. Почувствуйте, как ваши шеи и плечи в этих движениях расслабляются. В обратную сторону обязательно тоже два-три раза. Дышите глубоко и спокойно. Вытяните ноги. Поиграйте немножко пальчиками ног. Сделайте несколько движений. Вытяните стопы от себя и к себе. Такое упражнение, оно очень простое, но оно хорошо тонизирует мышцы ног. Так, чтобы вы чувствовали и свои колени, и бедра. Круговые движения. И в обратную сторону. Отлично. Возьмите своего малыша удобно. На одну руку и другой под животик. Поставьте ноги на ширине плеч и сделайте несколько покачивающих движений. Любому ребеночку очень нравится, когда его активно подбрасывают, покачивают. Во-первых, это успокаивает малышей. Во-вторых, улучшает координацию. Хорошо. Затем берем малыша за голень. Вот таким вот образом. Крепко удерживайте. Встаньте, ноги на ширине плеч. Копчик назад, спинка ровная. В этом положении начинаем покачивающие движения вправо и влево. А-а-а, Полина любит петь песенки. Сделайте несколько движений по кругу. В этот момент укрепляется ваша спинка и задняя поверхность ног. Отлично. И сейчас, крепко удерживая ребеночка за ножки, мы сделаем такое упражнение. Оп! И переворот. Покачали-покачали. И прилетели к маме на плечо. Всем привет! Оп! Затем берем ребеночка на одну руку и сделаем небольшие скрутки. Поворачиваемся в одну сторону, в другую сторону. В одну сторону, в другую. Несколько раз. Для того, чтобы снять усталость нашего позвоночника, особенно с нижних отделов спины. Сделайте так. Восемь раз. Хорошо. Затем снова возьмите ребенка на одну руку, а второй под животик. Ноги на ширине плеч. Наклоняемся. Выдох. И поднимаемся. Делаем прогиб. Вдох. Выдох. Наклон с ровной спинкой. Обратите внимание. Вдох. Вверх. Выдох. Выдох. Вниз. Растягиваем заднюю поверхность ног. Вдох. Вверх. Прогибаемся. Улучшаем кровообращение позвоночника. Улучшаем работу органов пищеварения этими наклонами и прогибами. Вдох. Сейчас берем малыша к себе. Лицом. Обнимаем за спину. И делаем несколько приседаний для укрепления мышц бедер, ягодиц и ног. Раз, выдох, два, подъем. Раз, два, три, четыре. Выдох, сели. Вдох, встали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сядьте прямо, согните правую ногу и поставьте свою правую руку за спину. Левой рукой обнимите малыша из себя за правое колено и потянитесь. Вернитесь в исходное положение и поменяйте положение ног. Согните левое колено. Поставьте левую руку удобно за спину. Правой рукой помогите себе скрутиться в левую сторону. Возьмите малыша к себе на ножки. Лягте на спину. И сделайте сначала несколько перекатов. Вверх и вниз. Эй! Малышам обычно очень нравятся такие упражнения. Они улучшают координацию работы вестибулярного аппарата. А вам очень полезно для спины. Отлично. Сейчас остановитесь лежа. Поднимите ноги. Сделайте так, чтобы ваши бедра были перпендикулярно полу. И покачайте нижней частью ног вверх и вниз. Можно поднять корпус тела. Следите за тем, чтобы ваша поясничка была прижата к полу. Делаем упражнение вверх и вниз, вверх и вниз. Затем пресс отдыхает. Берем малыша на ручки и тренируем мышцы рук. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Сейчас посадите своего малыша к себе на животик. И упираясь стопами в пол, поднимаем таз вверх. Делаем вдох. Расслабляем плечи, шею. Выдох. Возвращаемся обратно на пол. Вдох. Вверх. Мы поднимаемся. Сохраняем равновесие. И выдох. Опускаемся. Сделайте так. От четырех до восьми раз. Сейчас перейдите на четвереньки. Встаньте удобно, расположив ладони и колени на одной линии. С выдохом округлите спинку. Подтяните подбородок груди, выталкивая лопатки вверх. На вдох сделайте приятный прогиб в спине. Потянитесь макушкой и копчиком вверх. Можно так делать от одной минуты и так долго, как вам захочется. Хорошо. Из этого же положения мы можем пойти дальше. Вытянув правую руку параллельно полу и левую ногу. Направьте свой взгляд в пол, в одну точку. И почувствуйте свое внутреннее равновесие. Подтяните здесь живот к спине. Почувствуйте растяжение в своем теле. Затем точно так же повторите на другую сторону. Вытягивая правую ногу параллельно полу и левую руку. Поджимаем ножки, пальцы ног. Выталкиваем таз вверх. И еще больше растягиваем всю заднюю поверхность тела. Затем возвращаемся. Садимся на колени. Тянемся вверх. Наклоняемся вперед. Опускаем на поладони. Локти. Лоб. И в этом положении позволяем своему телу расслабиться. Сделайте глубокий вдох и полный выдох. Почувствуйте, как все ваше тело расслабляется. Уходит усталость со спины, рук, шеи и головы. Отлично. Редактор субтитров А.Семкин